В Новочебоксарске юные авиамоделисты более 8 лет ждут площадку для занятий. После соответствующего поручения временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, решение проблемы получило новый импульс. Основная часть работы была сделана. Это была выровнена площадка, было установлено ограждение. Сейчас нужно закончить центральную часть круга. Казалось бы, чего проще? Засыпать чебень и уложить 4 сантиметра асфальта. Но чтобы с этой площадки в небо поднялись самолеты, авиамоделистам пришлось отстаивать свою мечту. На строительство кордодрома выделяли средства и городские организации, и жители. Это народная стройка, и мы ждем ее окончания. Ребята, вот у меня внук занимается с 5 лет, сейчас ему вот завтра будет 16. И 11 лет он мечтает, что будет свой кордодром. Мальчишкам занятие только на пользу, считает полковник запаса Рева Мамайкин. И пусть не все ребята станут будущим инженерами, но патриотами и увлеченными людьми однозначно. Именно на таких кордодромах мы учились воевать или защищать нашу честь школы и нашей республики. Наша команда стала даже чемпионом республики. И из наших, кто занимался, поступили трое в Казанский авиационный институт. Так что перспектива для развития детского технического творчества, для подготовки инженеров, она очень-очень жизненно необходима. В этой мастерской на базе Центра творчества более 60 ребят. Под руководством опытного руководителя постигают азы самолетостроения. Скорость такой модели ориентировочно 100, 110, 120 км в час в зависимости от доработанности двигателя. Дети составляют топливо сами, приготовляют, значит, дорабатывают двигатели сами. Таким образом они знают принципы работы двигателей внутреннего сгорания. Это практически уже готовый специалист. Недавно ребята вернулись со всероссийских соревнований. Среди 20 сильнейших команд страны они сумели завоевать призовое место. Сейчас мы проводим в сложных условиях полеты, потому что своего кордодрома нет. Мы всегда хотели иметь свою законную площадку, на которой было бы безопасно запускать самолеты. К сожалению, земля, на которой предполагалось строить площадку, стала предметом споров. Судебные тяжбы, проверки, бюрократические разборки затянулись на 8 лет. С начала 2017 до марта 2020 ситуация не менялась. Строительство кордодрома приостановили, средства благотворителей заморозили. Участок под кордодром сняли с баланса детско-юношеской спортивной школы номер один. А Центру творчества детей и юношества не передали. У нас заключено четырехстороннее соглашение между администрацией города Новочебоксарска, Центром развития творчества детей и юношества Дюльша номер один и Ассоциацией выпускников КАИ о строительстве данного кордодрома. И администрация обязуется предоставить земельный участок. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чуваши Олега Николаева, участок передан для оперативного управления для занятия с кордовыми моделями. И у жителей Новочебоксарска появился повод почаще смотреть на небо. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.